Здравствуйте, дорогие друзья! С добрым утром! Напишите, пожалуйста, что Вам меня слышно и видно, чтобы я была в этом уверена. Продолжение следует... К звучанию родной речи, к нашим культурным, национальным ценностям. Также это развивает ребёнка, то есть расширяет словарный запас, помогает ему видеть связи между предметами и явлениями. Но чтобы наши дети, когда немножко подрастут и научатся читать, сами читали, родители должны обязательно подавать им такой пример. Например, если родители сами дома не читают, скорее всего, Ваши дети не будут читать, чтобы Вы не делали и чтобы Вы им не говорили. Если же можно застать маму или папу с книжкой в руках вечером, то, скорее всего, дети будут читать, когда вырастут. Вообще учёные считают, что ребёнка уже можно называть читателем почти с года. Потому что, например, если Вы читали ребёнку потешки, самые простые сказки, там, Колобок, Репко, ещё до года, то есть в год или в год с небольшим, когда ребёнок начинает ходить, он уже может подойти к книжной полке, взять книжку и дать её маме. И смысл такой «мама, читай!». Поэтому с самого раннего возраста у ребёнка в открытом доступе должны быть книжки. Конечно, должны быть книжки с толстыми страничками, книжки, игрушки, да, где может быть очень мало текста и очень много картинок. К тому же ребёнок, когда читает, это же не совсем такой процесс, как у взрослого, да? То есть он рассматривает, он слушает, как бы, стихотворный ритм, он смотрит картинки. И, в принципе, потом он может воссоздать всю историю по картинкам, а не по тексту. Вообще, иллюстрации в детских книжках – это вид изобразительного искусства, который наиболее близок к ребёнку. То есть прежде всего ребёнок знакомится с рисованием, именно рассматривая иллюстрации в детских книжках. К тому же читать гораздо полезнее, например, чем смотреть мультики. Потому что, когда мы читаем ребёнку, он воссоздает образы сам, он их придумывает. А когда он смотрит мультики, даже хорошие, добрые, хорошо нарисованные, он как бы употребляет готовый продукт. Видеоряд у него уже есть. К тому же чтение с детьми очень способствует эмоциональной близости родителей и ребёнка. Потому что мы сажаем ребёнка на коленке или рядышком, обнимаем его, вместе читаем книжку. И согласно опросам детей дошкольного возраста, всем детям, ну практически всем нравится, когда им читают. Кроме того, просто чтение – это как бы приятный вид досуга и развлечения. Хотя сейчас взрослые редко отдают ему предпочтение. Я бы хотела вас познакомить с книжками Корнея Ивановича Чуковского. Это серия книг на картоне, на очень плотном. Вот сколько они у меня дома лежат и сколько детей их читает. Точнее, ребёнок один, но он не то чтобы очень аккуратно обращался с книгами, с ними ничего не случается. Икон, айболит, бармалей, краденое солнце. Сейчас у нас есть путаница, Федорина горя и тараканище. То есть книжки Чуковского – это детская классика. И, собственно, Чуковский, хотя он был известным литературным критиком, он открыл очень много талантов, много чего ещё написал. Но все мы знаем Чуковского именно по этим книжкам, которые мы ещё с детства кусочками помним наизусть. Что мне нравится в самом издании? Эти книги проиллюстрировала чудесная художница Юлия Ерёновна. И все картинки у неё очень эмоциональные, очень детские, очень добрые. К тому же они хорошо отражают текст. То есть здесь тексты именно про то, что нарисованы на картине. Потому что в некоторых книгах бывает наоборот. Ты читаешь ребёнка, а иллюстрация оказывается на следующей странице. Вот здесь совершенно чудесный Айболит. Посмотрите, какой он хороший. Вот он и встал Айболит, побежал Айболит. По полям, по лесам, по лугам он бежит. А потом вот он едет через море на ките. А его там ждут бедные бегемотики, у которых болят животики. Ну, в общем, это совершенно чудесные, детские, очень добрые и очень хорошие иллюстрации. Я думаю, о текстах вам можно и рассказывать, потому что все эти тексты мы знаем наизусть. Некоторые родители, я слышала такое странное мнение, что их пугают книжки Чуковского. Говорят, что там съели тараканище или там потом медведь победил крокодила и вынул у него из пасти солнце. На самом деле дети воспринимают книги совсем не так, как мы, и они не воспринимают это буквально, и они не представляют это в виде какой-то жестокости. Вот, вообще, я вот только что решила почитать. Я знала, что Чуковский сочинял эти книги для своей дочки, Мурочки. Поэтому она даже иногда упоминается. Например, путаница заканчивается так. Поросята хрюкают, хрю-хрю-хрю, Мурочку боюкают, милую мою, батюшки бою, батюшки бою. Мурочка это был четвертый ребенок Чуковского, самая любимая и самая маленькая его дочка. И все вот эти книжки, все детские стихи Чуковский писал для Мурочки. Еще у Корнея Ивановича есть книга от двух до пяти. Вообще, он очень трепетно относился к детям и слушал детскую речь. То есть вот эта книга от двух до пяти, она как раз посвящена тому, как дети говорят, как они преобразуют слова, и как они здорово и по-другому оценивают и реагируют на разные слова. То есть непосредственно, и с другой стороны, даже более мудро, чем взрослый. Вот, еще, наверное, надо сказать, что когда дети читают, как только они начинают играть и отличают игру от реальности, то есть понарошку, например, кормят куклу, в этот же момент они начинают отличать вымысел в художественной литературе от реальности. Поэтому не надо думать, что они воспринимают это все как правду. Дети точно очень чувствуют, где граница сказки и где граница реальности. Что же конкретно происходит в реальности, а что происходит именно в сказке. Конечно, маленькому ребенку надо читать не так, как взрослому. Надо читать с выражением, обязательно как бы по ролям. То есть за кошечку одним голосом, за собачку другим голосом. Да, ну вот, например, замяукали котята, надоело нам мяукать. Мы хотим, как поросята, хрюкать, а за ними мяукята. Не желаем им больше крекать, мы хотим, как лягушата, квакать. То есть за каждого героя надо говорить своим голосом. Также обязательно, когда мы читаем маленькому ребенку, надо показать. Замяукали котята, ищем здесь котят, надоело нам мяукать. Мы хотим, как поросята, хрюкать. Вот на этих иллюстрациях это делать очень легко, потому что все нарисовано. Можно их отдельно рассматривать, смотреть, чем там занимаются разные звери. Это тоже интересно. Обязательно можно останавливаться во время чтения, задавать ребенку вопросы, и объяснять какие-то непонятные слова. Правда, в стихах ребенок воспринимает все легче, поэтому ему даже не важно. Знает он слова там «ушат», «бочонок». Прибегали, не помню, кто там, поросята, поливали из уша. Приплывали два ерша, поливали из ковша. И все вот эти ковши, бочонки, кочерга, например, совершенно незнакомые ребенку предметы в современном мире, да? Все это нарисовано. Самовар нарисован, который от бабушки Федоры убежал. Мой дадыр. И все же эти сказки, они очень добрые, они чему-то учат ребенка. Учат дружбе, честности, учат тому, что надо умываться по утрам и вечерам. Вы можете даже, чтобы ребенок лучше понимал смысл, потом пересказывать ему, как бы вкратце, что же случилось. Но вообще эти книги, они как бы универсальны. Мне кажется, они подходят всем детям, дошкольникам. То есть просто маленькие дети, они воспринимают картинки, воспринимают очень такой музыкальный, стихотворный ритм. Взрослый, ну, чем взрослее ребенок становится, тем больше он понимает. И, наверное, вы знаете, что книжки дети любят перечитывать по сотням раз. Вот я своим детям читала эти книги много-много раз. Конечно, на сотый раз родители уже надоедают данная книжка. Но ребенку это полезно, потому что с каждым разом он понимает все больше и больше. В общем, я вот как мама и как педагог очень советую всем эти книжки. Здесь иллюстрации вот добрые, эмоциональные, как пишут мне в комментариях. Тексты являются детской классикой, и это идеальные книги для наших детей. Так что не откладывайте, заказывайте книжки, иллюстрации чудесные, тексты замечательные. Они обязательно понравятся вашим детям. Спасибо за внимание. Спасибо.